Первый день лингвометодического фестиваля был посвящен русскому языку и литературе. С приветственным словом выступили заместитель директора по научной деятельности Института филологии и межкультурных коммуникаций Искандер Ермакеев, начальник отдела развития дополнительного профессионального образования Министерства образования и науки Республики Татарстан Роза Шаихметова и заместитель председателя комиссии по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей заслуженный учитель Республики Татарстан Ирина Александровская. Также на мероприятие были подведены итоги педагогического диктанта, прошедшего 23 сентября на базе КФУ. Роза Шаихметова лично наградила заслуженных преподавателей, учителей, студентов и школьников, которые стали победителями проекта «Педагогические классы». Мы проводим очно, для того, чтобы это максимально было полезно. Это и большие выступления видных ученых в актовом зале, ну и потом целый россыпь мастер-классов, на которых учителя должны принимать участие, естественно, очно непосредственно, иначе это теряет смысл. Мы надеемся, что учителя, ну здесь, конечно, первый учителят, это учителя на Республике, они сумеют получить большой заряд вдохновения, творчества, ну и узнают много нового. После торжественного открытия стартовала основная часть лингово-методического фестиваля – пленарное заседание. Спикерами выступили ведущие профессора Московского педагогического государственного университета и Казанского федерального университета, а также заслуженные директора и учителя школ Республики Татарстан и России. Главными темами стали традиции и преемственность в школьном изучении литературы, тенденции развития заданий Всероссийской олимпиады по русскому языку и формирование коммуникативных универсальных учебных действий на уроках родного русского языка. Это мероприятие нацелено на то, чтобы собрать на одной площадке самых опытных мастеров в преподавании русского языка и литературы, также пригласить молодых специалистов, которые только начинают работать в школе. И, конечно, мы хотим, чтобы эта площадка стала тем местом, которое объединяет этих специалистов. После пленарного заседания в аудиториях Института филологии и межкультурной коммуникации проходили мастер-классы от заслуженных учителей и преподавателей московских и казанских образовательных учреждений. Следующие два дня фестиваля будут не менее интересными. Они посвящены иностранному и татарскому языкам. Напомним, что Международный лингвистический саммит в Казанском федеральном университете проходит с 2020 года. С каждым годом масштаб мероприятия набирает обороты. Количество участников и спикеров не перестает расти. Кристина Отекина, Аделя Файзулина, Универ Новости.